Всем привет! Я Александр Шевченко. На своем канале я рассказываю про рассъемку, видеосъемку и путешествия. Подпишись, будет интересно. Сегодня я хочу рассказать о том, как снимать видео в домашних условиях. То есть, когда у вас нету дорогостоящего оборудования, когда у вас нету студии, но вы хотите начинать снимать видео и не знаете, с чего начать. Для того, чтобы начинать, вам серьезно не надо покупать дорогое оборудование, вам не надо арендовать студию, вам не надо заниматься подбором очень сильных локаций, либо еще чего-то. Можно спокойно снимать дома в домашних условиях, без какого-либо бюджета, имея только камеру, штатив. Ну и там при доп, как скажем так, доп будет бонус, если у вас будет какой-то дополнительный свет, чтобы можно было подсветить локацию сзади. То есть расставить какие-нибудь элементы, какие-нибудь фигурки, сделать декоративную подсветку на них, это будет плюсом. Но если у вас этого нету, то ничего страшного, можно снимать дома, на кухне, как-то делаю я, и картинка будет хорошей. Сейчас расскажу, как добиться этого, и что необходимо делать, чтобы картинка получалась и правда хорошей. Для начала нам необходимо выбрать то место, в котором мы будем снимать. Так как я не использую никакой источник света, кроме как естественный, то я выбрал снимать от окна. То есть у меня камера стоит на улице, снимает от окна в мою сторону. То есть в вашем случае, если у вас нет возможности поставить камеру на улицу, на балкон, к примеру, как это стоит у меня, то можно поставить камеру рядом с окном, сесть от него немножко подальше, чтобы источник света, естественный источник света, светил прямо на вас. При этом вам необходимо зашторить все шторы, выключить весь источник света, который у вас есть в комнате, для того, чтобы создать максимально темную атмосферу позади вас. То есть вот у меня сзади находится кухня, я на ней немножко убрался, убрал лишние предметы, которые могли бы отвлекать ваше внимание. То есть какие-то баночки, там чаи, кастрюли, сковородки. Все максимально убираем куда-нибудь в сторону, чтобы этого не было в кадре. Выключаем везде свет, чтобы было максимально темно. Я зашторил дополнительно шторы, которые у меня были по бокам, чтобы не было другого источника света. То есть да, может показаться, что чем больше света с улицы, тем будет лучше. Но по факту нет. Вам необходимо оставить только узкий луч света, который светит только на вас и не попадает ни на что другое. То есть мы максимально стараемся минимизировать источник света, который поступает с улицы, чтобы он максимально узким лучом светил только на вас. Дальше. После того, как мы определили, что мы снимаем от окна, то есть от нашего естественного источника освещения, мы выбираем ракурс и смотрим, что находится позади нас, за нашей спиной. То есть мы можем развернуть камеру в одну сторону, в другую сторону. Мы смотрим на тот угол, который будет максимально нейтрален, чтобы там было меньше отвлекающих факторов, меньше мусора, меньше каких-то элементов, которые зритель может сидеть и разглядывать, не фокусируясь на вас. То есть мы этот момент тоже учитываем и стараемся сделать, то есть не только, чтобы был источник света на вас, но и чтобы позади было максимально темно и не было никаких элементов, было максимально нейтрально. Да, я уже говорил о том, что если у вас есть какие-то дополнительные источники света, это может быть настольная, лампа, торшер, либо еще что-нибудь, их можно ставить на задний план. Если у вас там образно гостиная, а не как у меня кухня, в гостиной можно поставить где-то рядом с книжечками освещение, может быть какую-то статуэтку, какой-нибудь цветок, то есть это можно дополнительно размещать на заднем плане и дополнительно это подсвечивать. То есть у нас получался такой небольшой эффект глубины пространства, то есть чтобы мы были на переднем плане, у нас что-то было на заднем плане в расфокусе. Вот этот вот эффект глубины достигается тем, что мы расставляем элементы на разной дальности от камеры и с помощью подсветки, какого дополнительного освещения, мы можем делать какие-то акценты там в глубине кадра. И получается, что за довольно короткий промежуток времени можно подготовить свою домашнюю комнату, гостиную, кухню, без разницы где вы снимаете, но самый главный факт того, что вы можете снимать спокойно дома, в домашних условиях, не арендуя студию, не покупая дорогостоящее световое оборудование, не заморачиваясь там с тем, как некоторые думают, что чтобы снимать хорошо, необходимо арендовать студию и снимать там. Или чтобы снимать хорошо, необходимо купить дорогой свет, взять его в аренду и снимать. Да, однозначно, дорогостоящий свет, любое световое оборудование облегчит вам жизнь. Вы с помощью света сможете сделать лучшие акценты на лице, на том объекте, который вы снимаете, создать более интересную световую схему. Но если у вас всего этого нет, то и без светового оборудования можно снимать. То есть вам просто нужно это понять, потому что очень многие мне говорят, что да, у тебя там есть свет, или там вы снимаете в студию, у тебя классная картинка. Но, блин, мне это не всегда. Сейчас вот спокойно снимаю дома и без какого-либо света просто использую единственный источник освещения, который у меня есть. Это вот сейчас окно. Все остальные окна я позакрывал, позашторивал, оставил только одну такую полосу, которая светит на меня. Все остальное уже стараемся максимально закрывать, чтобы наш лишний свет не попадал на нашу локацию съемочную. В следующем видео я расскажу о том, как при помощи уже искусственного освещения довольно бюджетного можно создавать также световые схемы внутри вашего оповещения, когда вы снимаете, к примеру, не днем, а вечером. Потому что да, у нас не всегда есть возможность прийти домой днем и поснимать что-нибудь на камеру. Иногда мы днем работаем, приходим домой вечером, и у нас нету того источника света, о котором мы сегодня разговаривали. Ну и также хочу напомнить о том, что у нас есть своя онлайн-школа для пилотов дронов. Ссылочка будет в описании. Можно будет ознакомиться с курсами актуальными. И до встречи на следующем уроке. В следующем видео. Пока-пока.